Всем привет! В эфире Университета в студии Дарья Зотова. О событиях жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В деревне Универсиады прошла раздача китайских масок от Китайского консульства для китайских студентов. Ученые Казанского университета разрабатывают новые технологии для улучшения дорожного покрытия. 15 октября в зеленом зале Казанского университета прошло собрание ученого совета ВУЗа. Что обсуждалось на встрече, вы узнаете в одном из наших следующих выпусков новостей. Вот уже в четвертый раз в Казанском университете прошла акция по раздаче средств индивидуальной защиты для иностранных студентов из Китая. На раздачу побывал наш корреспондент. С начала учебного года прошло уже полтора месяца, однако границы между странами продолжают оставаться закрытыми. В этом году количество студентов из Китая среди всех иностранных первокурсников Казанского университета составило более 20%. На данный момент в университете обучаются порядка 1200 китайских студентов. Чтобы как-то им помочь во время учебы, Китайское консульство решило организовать акцию по раздаче средств индивидуальной защиты. В период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 продолжается, поэтому это очень важно. Маски и другие предметы медицинской необходимости, они важны для всех и для студентов. В коробках студенты нашли респираторы, одноразовые маски, лекарственные препараты и антибактериальные салфетки. На раздаче присутствовал вице-консул КНР в Казани Хуан Кай. Напомним, что первая раздача средств индивидуальной защиты китайским студентам состоялась 24 апреля. В кампусе деревни Универсиада китайским студентам раздавал средства индивидуальной защиты генеральный консул КНР в Казани У Инцинь. Лев Диденко, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. В Казанском университете пройдет форум по цифровой трансформации, организованный в партнерстве с передовым мировым рейтинговым агентством. Все подробности далее. В соответствии с указом президента России Владимира Путина в 2012 году Министерством образования и науки Российской Федерации был запущен проект 5.100, направленный на повышение конкурентной способности российских вузов и попадание не менее пяти университетов в сотню лучших по версии трех авторитетных международных рейтингов Times Higher Education, Co-Equery Simons и Academic Ranking of World Universities. Казанский университет сотрудничает с Times Higher Education. Мы стараемся регулярно, ежегодно, в рамках того соглашения, которое у нас есть с компанией Times Higher Education, который является одним из разработчиков ключевого рейтинга, в котором позиционируется наш вуз, ежегодно проводить мероприятие, на котором бы мы в первую очередь продвигали для международной научной и академической общественности основные наши проекты, основные наши достижения и важнейшие результаты нашей деятельности. Первым таким мероприятием, организованным совместно с Times Higher Education, в 2018 году стал первый в истории саммит передовых научных исследований Times Higher Education в Евразийском регионе, прошедшем на площадке Казанского университета. По итогам саммита был анонсирован рейтинг ведущих стран Евразийского региона, и Казанский университет занял в нем десятое место. А в 2019 году состоялся The Digital Transformation Forum, участие в котором приняли исследователи и высшее руководство из образовательного сектора со всего мира. Отметим, что форум прошел в 215-летний юбилей университета. А в этом году, 21 октября, The Digital Transformation Forum пройдет в Казанском университете уже во второй раз, также в партнерстве с Times Higher Education. Он пройдет впервые на цифровой платформе компании Times Higher Education. Виртуальный формат этого мероприятия, он вынужденный, в силу известных обстоятельств, в первую очередь, то, что пандемия. Это, с одной стороны, большой плюс. Если раньше иностранцев у нас участвовало порядка 200-250 человек, то сейчас, по тем предварительным данным, которые дает Times Higher Education, уже полторы тысячи записавшихся на это мероприятие. На форуме участники из разных стран обсудят вопросы цифровизации образования и науки в условиях пандемии. Основные секции форума будут посвящены ключевым направлениям деятельности Казанского университета. Медицина, нефть и газ, инфокоммуникационные технологии и педагогика. Мы очень рассчитываем, что помимо такого общего эффекта, это позволит еще не только по общему направлению повысить узнаваемость нашего университета в академической среде, но также и по специальным направлениям, где мы фокусируем наши основные ресурсы. Важно, что Казанский университет стабильно поднимается в авторитетных международных рейтингах университетов, не только в Times Higher Education, но и в таких, как Уэкруэль Саймонс и Academic Rankings of World Universities. Диана Жилинкова, Универниус. Сможет ли асфальт в России прослужить 10 лет? Ученые университета Казани заявляют, что да. Какие для этого создали разработки, расскажет наш корреспондент. Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета создали новую технологию для улучшения дорожного покрытия. Материалы для него разработаны на региональных источниках сырья, что обеспечит доступную цену. Результаты получились удивительно хорошие. Очень высокого качества получился асфальтобетон. И вот сейчас мы уже получили завершающие акты. Мы сейчас готовим нормативно-техническую документацию на выпуск опытной партии этого реагента и самого уже асфальтобетона. Для обеспечения технологичности проводились испытания данной разработки. Последнее испытание, когда нам удалось по требованию дорожных организаций привести его в некий такой, сгранулировать одним словом ее. А для этого нужно подобрать специальный вяжущий, который ни в коем разе не ухудшили бы основных эксплуатационных характеристик асфальтобетона. И мы разработали такое вяжущие. Улучшенная технология позволит решить одну из главных проблем российских дорог, а именно проблему колейности. Установка позволяет дать оценку колейности. С участка берем вырубку. Вот такая вырубка вон, они плиты лежат. Вот в них помещается эта вырубка. Она помещается сюда. Задаем на этих колесиках, сколько циклов надо провести. И таким образом оцениваем сопротивление колейности. И говорим, вот наш реагент, который в составе был асфальтобетона, он дает очень хорошие результаты. Колейности практически нет. Данную технологию также планируют запатентовать. Первый патент только вчера. То есть у каждого аспиранта, магистра, он во главе какого-то патента. Он является главенствующим. И мы потом вместе садимся, формируем вот это изобретение. Их у нас будет до конца года, я так думаю, около пяти-шести. Благодаря этой технологии дороги будут служить гораздо дольше обычного. Обычная дорога служила, допустим, 10-15 лет бы. Все мечтают об этом. Но этого не происходит. Но мы можем здесь после вот этого сказать о том, что оно будет вот в эти сроки, по крайней мере, в эти 15 лет, значит, без всякого капитального ремонта текущего, оно может выдержать. Эта разработка внесет достойный вклад в дело обеспечения качественных российских дорог. Кристина Надышина, Виолетта Басова, Универ Ньюс. 1 сентября Елабургский институт Казанского университета открыл для татарстанцев дом научной коллаборации. Центр реализует более 10 программ дополнительного образования для школьников. 17 октября для них будут организованы тренинги и мастер-классы в сфере информатики. Все подробности далее. Учащиеся с 8 по 11 классы приглашаются на воркшопы информатики в Елабургский дом научной коллаборации имени Камиля Валиева Казанского университета. Там школьники смогут освоить векторную графику, 3D-моделирование, основы мехатроники и микроэлектроники, а также облачные технологии. Вообще, так как сегодня в современных условиях мы не сможем одновременно принять такое большое количество обучающихся, мы их будем делить на 5 потоков. Воркшоп по информатике состоится 17 октября. Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку. Перейти по ссылке, а также узнать все подробности можно в разделе новостей на официальном сайте Дома научной коллаборации. Участие будет у нас совершенно бесплатное. В процессе саморегистрации мы предлагаем написать небольшое СН на такую тему, как «Мое цифровое будущее». По всем вопросам можно обратиться по телефону 8 917 261 86 58. Диана Желенкова, Кристина Надышина, Универ Ньюс. На этом у нас все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok